В провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая, в ходу поговорка. У нас не найти и трех ли ровной земли, трех дней хорошей погоды и трех грошей в кармане. В провинции действительно не так богаты и в самом деле отличаются гористым ландшафтом, а солнце редкий гость в этих краях. Однако, все это с лихвой искупается живописной природой. Заводя речь о водных красотах провинции, на ум сразу приходит водопад Хуангушу. Этот водопад известен на весь Китай. В народе водопад Хуангушу называют «млечный путь на земле». Будучи шириной в 101 метр, он низвергается с высоты в 74 метра, а это высота 20-этажного здания. Падающая вода с оглушительным грохтом, разбиваясь о громадные валуны, образует пелену моросящего мелкого дождя. В период дождей водопад становится еще более мощным и неудержимым. Круглый год вокруг водопада стоит водный туман. В 50-60 метрах от водопада шум становится и вовсе оглушительным. На таком расстоянии можно очень быстро промокнуть с ног до головы от водной взвеси, висящей в воздухе. Хуангушу считается самым большим водопадом Китая и одним из самых широких и величественных водопадов мира. Хуангушу на русский язык можно перевести как «дерево с желтыми плодами». Состав и количество воды в водопаде Хуангушу меняется в зависимости от времени года. Зимой воды мало, и она тихонько струится вниз, придавая чарующую красоту здешнему пейзажу. С мая по октябрь воды прибывает, и тогда водопад представляет собой величественное, поражающее воображение зрелища. Водопад Хуангушу – это единственный водопад в мире, которым можно любоваться с любой точки. Откуда бы вы на него ни взглянули, он будет в равной степени красив. Великий путешественник и писатель Сюйся Кэ, живший в 16-17 веках, описывал водопад Хуангушу следующим образом. «Брызги разлетаются в стороны, подобно жемчугам, а пена клубится туманом. Человеческий язык бессилен передать его красоту. Мне доводилось видеть водопады намного выше и стремительней, но ни один не сравнится с Хуангушу шириной и великолепием». Как я уже упоминал, интенсивность водных потоков варьируется в зависимости от времени года. В период сезона дождей в июне-июле объем низвергающейся воды достигает отметки 1500 кубометров в секунду. Вода падает с бешеной силой, и скоростью брызги воды при этом отлетают на расстояние до сотни метров, а грохот можно услышать за много километров. В сухой сезон сплошной поток воды превращается в несколько отдельных потоков падающих с нависающих скал и напоминающих элегантные локоны феи, очаровательные и грациозные.